Где заработать всего за 30 секунд? Конечно, на Биномо! Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет! Только на Биномо вы можете зарабатывать даже без вложений! Почти моментальный вывод средств! Без депозитные бонусы и подарки, еженедельные турниры и денежные призы! Убедитесь сами прямо сейчас! Мы в прямом эфире! Мы в прямом эфире! Никто не заходит! Ну все от меня, консесса! Так! Так, кто присоединился? Йоу, чуваки, всем привет! Йоу, самый техничный эмси в здании! Всем привет, друзья! Аплодисменты, аплодисменты! О, Харрисон, Алексей Харрисон, здорово! О, Алексей Харрисон, я слышал, ты в Москву переехал? Так... Блять, Марина, если мне будут писать твои подруги... Я не знаю, зачем мне пишут Марина, подруги! Трахни меня, трахни меня! Салют всем! Извиняйте, подруги! Извините, подруги, Марины! Но я вам не дам все, реально! Лакомый кусочек уже достался! И от него больше ничего не оторвать! Эй, Харрисон! Да господи! Сделай сверху, поставь на... Я не знаю... Парни, извините, у меня иногда вибрирует! Я Огил, да! Я Огил! Хаю-хай! Я Огил, я разъебу тебя, слышь, ты пидор! Ты плохой батл-эмси, я хороший, йоу! Сейчас на гражданке! Слушай, Марина, мне просто сказала, что ты уехал от нас, чувак! Я думал, что ты предал столицу, столицу батл-рэпа! Вот так вот все на меня скинуть очень легко! Да! Я просто, извини, не слежу за твоей жизнью, за твоим инстаграмом! У меня все, Марина, мой секретарь! Передай мне привет, пжж! Привет, пжж! Так, мужик-то накурился, что ли? Не, наби на бат, ты чё гонишь? Я... Я чист, реально, как стеклышко. В лаборатории. Захожу к тебе на хату и бьюсь головой в проем. Ой, нихуя, олдскул вспомнил. Скоро этому батлу будет уже 10 лет, чуваки, а вы все цитируете, всякую хуйню. Да телефон вибрирует, понимаете? Телефон постоянно вибрирует. Потому что пишут Маринины подруги постоянно, что хотят меня сиськи свои скидывать. Что такое? Просто вот так вот. Я, кстати, им скидываю сиськи. Короче, вот, да, реально, на самом деле, просто сижу дома скучно, решил трансляцию сделать, думал, вы меня развлекёте. Развлекёте. Развлечёте. Развлечёте. Кто-то говорит. Ну, давайте, похуй. Давайте, развлекайте меня, давайте. Давайте, пишите что-нибудь смешное. Пишите какие-нибудь шутки, панчи. Так, на РНБ идёшь? О, да. Я, я же судья на РБЛ. Ой, блядь. На РНБ запутаешься с этими РНБ, РБЛ. Там же, на самом деле, одну букву поменять, чтобы мы ставим ей всё. Одна эта же хуйня даже. Не поймёшь, кто есть кто. Короче. Кто ты? Я судья. На самом деле, я сужу теперь батлы. На РНБ в этот раз я буду судиться. Пять батлов. В прошлый раз я судил, по-моему, три батла. Вот, мне очень понравилось судить. Это клёво, потому что там судейство... Не надо лайвом говорить. Можно дома написать там всё себе, все шутки, а потом прийти на видео и сказать их. Вот. Здорово, смузи. Привет, Ильяска. Окей, окей. Так. Так, РБЛ-то пей же. Конечно, братан. Салям из Татарстана, Кингса. Скажи, плиз, как ты относишься к Оу-74 и Картрайд, и вообще всей андер-движухе? Ну, вся андер-движуха, это очень широкое понятие. В каком-то плане мы все андер-движуха. Конкретно Оу-74 мне не очень заходит. Ну, типа, это такой пацанский рэп, туповатый в плане. Я просто люблю рэп, где есть текста умные или там смешные, или какие-то необычные. Вот. А у пацанов, мне кажется, там достаточно скудоумные тексты. Но у них есть клёвый чел, пастор на пас, охуенно поёт. Вот. А Картрайд, в принципе, всегда хорошо относился к его творчеству. Мне кажется, что он очень талантливый текстовик, у него есть в текстах крутые идеи. Вот. А как звучит, наоборот, не нравится. Вот лучше бы Картрайд писал тексты этому, как его, пастору на пасу, тогда было бы вообще кайф. Так. А когда папа парадокс будет судить-то сорок? Бля, чувак. Да вот на следующем ивенте уже судят там жёстко. С Коломойским. Коломойский, блядь. Коломойский, мой любимый судья в батл рэпе. Я постоянно смотрю, короче, RBL врубаю, сразу нахуй мотаю всю эту хуйню, и сразу на Коломойского, чё он там скажет. Так. Йоу, Гоукила в эфире. Гоукила, привет. Привет, друг. Как у тебя дела? Как OG? Как там всё? Как травка? Как новые шмотки? Новые кеды? Йоу, всем привет. За Б респект? Мне чел пишет. Конечно, респект. Кто такой Папа Парадокс? Чувак, это мой папа. Мой папа Парадокс. Какой у тебя любимый батл на RBL? Блядь, да чуваки, я не знаю, где я Коломойский по пизже отсудил там, и мне понравилось больше. Так. Ой, началось, почему Клава не прошёл? Да блядь, иди нахуй, ёпты. Хос и Сектор смотрел, смотрел. Мне вообще хип-хоп не ног в старухе. Реально, заебись. Го батл с Лысым. С ресторатором? Или с кем? Потому что я знаю очень много лысых. Но я их всех нахуй вынесу, чуваки, вы же знаете, вы же за меня. Так, не трожь зоб, бэй, он и так бедный. Чего ты? Пальчик нелезал в рот. Да, моя подруга изменяет меня с собакой. О, хотите на собаку посмотреть? По-любому хотите. Иди сюда. Панч, иди сюда. Да. Так, смотрите, вот, это собака, это мой пёсик. Мистер Панч Лайн, смотрите, вот, у него пенис есть, яйца. Чёрный? Да, там где-то у него ещё анус был. Вот, посмотрите. Ну, он скрыт шерстью, вам, наверное, плохо видно. Ну, короче, представьте его, он такой пушистый и пульсирует постоянно. Так, Колян, Барян, респект. Чё с батл мы говорим, Питя, почему заблочили? Бля, чуваки, нельзя рекламировать букмекеров. Оказывается, сначала мы подумали, что это хуйня, но это, оказывается, не хуйня. И они такие, типа, мы, короче, убрали все ссылки, прероллы там, а им похуй, они всё равно забанили, короче, этот батл. И, на самом деле, хорошо, что его забанили, потому что батл-то пиздец, а встой. Вообще говно. Вообще не знаю, зачем его чуваки выложили на канал, я был против. Это, понимаете, не я решаю, там, это какие-то странные люди, это теневое правительство. Банки, банки всё решают. Хули тебе не устраивает моё судейство, тип? Это вы уже между собой, Рамсити, или ты у меня спрашиваешь? Мне вообще похуй, ты судишь нормально, по-моему. Так, шум будет не мейнах, блять, не знаю, что это значит. Левас-пивас аплодирует. Левас-пивас, привет. Здравствуйте. Ну, чё-то вы, короче, на самом деле не очень меня развлекаете, я думал, что вы будете меня больше развлекать, а так получается, я развлекаю вас в одну калитку. Батл с Кири, когда, да, в принципе, Мишанка124 пишет фанат Максима по-любому. Да через пару недель выйдет батл Макс Кири и Абис Бэ. Вот, кстати, мне больше всего их батл понравился на Тусе. Ну, так, типа, чисто спойлерну, но на самом деле это чисто мне, остальным, наверное, не так зашло. Но я любитель всякой такой хуйни. Вот, мне кажется, клёвый батл у них. Ты чё добавь меня, я потрещу. Чка-чка-чка-чка. Обкашляй вопросик. Как тебе Малец с Дипом? Хуйня вырубил на третьей минуте. Когда они ещё там интервью давали? Так. Зато Корефей батлит как бог, по тексту красава убивает. Да, вообще охуенные текста. Охуенные биты, как там Исла. Да вообще нормально, вон там сидит у меня картошку чистит на кухне. Готовят мне жрать. О, рэпер Антоп пишет, прикинь, у меня на стриме целый, настоящий рэпер. Блять, опять вибрэйшн. Так, понятно. Ну чё, как у вас дела? Ебать, ебало, Эдик на весь экран ещё так смотрит, будто накуренный. Вот вы реально долбоёбы, если думаете, что я накуренный. Мы тебя не видели. Да, я против накурки. У меня, кстати, глаза видно сейчас разные. Видите, у меня вот этот зелёный, вот этот синий. Круто, да? Я такой необычный парень. Посмотрите, реально. Вот, как красивые у меня глаза, да? Ещё раз, внимательно поглядите. О, кстати, вот так если лицо сделать, похоже, как на «Звездных войнах» в шестом эпизоде, когда там расхуярила Палпатина молния, у неё так сморщилось лицо, он, френ, так и говорит, «Нееет!» Так, чакала, чакала, ребят. Чё-то там пишут, я на самом деле пропускаю. Может, вы уже что-нибудь смешное написали? Крифей даун, нихуя вы угораете. Они, короче, между собой уже там рамсят. Парни, я вам не мешаю, я не мешаю, я могу уйти вообще. Какой следующий батл? Следующий батл будет пиздатый. Охуенный будет батл, заебись прям. Горь иванш с Эдди на битах. С Эдди, нихуя вы угораете. Он жив ещё? Пишет, почему ты ещё жив, чувак? Да вот, просто вот. Молодой ещё. Потом со старой сдохну. Но ты сдохнешь быстрее по-любому от спида. Извини, пожалуйста. Так, чё, пацаны, пара? Да следующий будет. Иди нахуй сам, ебал твой рот, пидор. Ты, пидор. Плэн Дэд, Дети Монг, нахуй ты императору дэш противники лохов. Это пиздёж. Я видел утку в интернете, что будет такой батл. Чуваки, вы чё гоните? Такого батла на 40 BPM никогда не будет. Это вас дезинформировали. Так. Ещё раз кто-то напишет, корифей у меня в трансляции. Я нахуй всех буду банить. А чё, все хуй союз, корифей? Да, чё-то там. Эски бой, играем в акбан, дай сюда, майк, бум, мой флоу, бэк, а бэк. А, корифей, мерч. Чувак, слушай. Мерч-то уже запустили сегодня. Уже всё там, пиздец, разбирают как горячие пирожки. Да, чуваки, переходите по ссылке. Точнее, нет ссылки, просто заходите в паблик 140 BPM. Там продаются новые пиздатые футболки. Вот, там по картинке на самом деле непонятно. Футболки охуенные, с вышивкой, короче. Там не принт ебаный, там пиздатая, знаете, такая прям плотная вышивка. Очень красиво, очень удобно. Может, ещё свитшоты запустим, будете тоже покупать. Капец, чуваки, у вас всё время, вы чё-то за носу уже это начинаете базарить. Да, кстати, как вам анус панча? Я чё-то не увидел никакой реакции. Вы чё-то там в корифе все ушли. Когда я фиш, Эдик, очень скоро, возможно. Может быть, не скоро. Я хуй знаю, чуваки, понимаете? Баттл-рэп это сейчас такая тема в подвешенном состоянии. Скоро всё будет нормально. Скоро это всё загнётся, и мы просто даже про это разговаривать не будем. Как тебе А4? Да вообще охуенные! А4, вот просто пиздец надо было их брать. А, да нет, ну так лучше всё равно видно. Короче, А4, тот самый брат, конкретно, очень талантливый тип, типу 17 лет, он хуярит, просто пиздец. Вот, я считаю, что у парня большое будущее, если он хуй не забьёт, я думаю, что он не забьёт. Или если не снаркоманится, а это вот всё уже возможно. Так, знаете, наркомания это вообще проблема современных творцов. Да я думаю, в прошлом тоже были подобные проблемы. Вон Есенин там, типа, пьяницей был такой озорный. Вот. Забанить кого? Какого Вова? Я просто не понимаю. А чё батл с Дубзой не было? Чуваки, кстати, батл с Дубзой вообще полная хуйня, но настолько хуйня, что даже просто смешно, но даже стыдно. У меня есть идея просто, вот чисто я вам её сейчас закину на реализацию. Я хочу этот батл, ну не смонтированный, там в хуём качестве, звук не сведённый, провести, ну, трансляцию в канале 40BPM. Мы просто посмотрим батл, который не вышел. Единственный батл в истории, который не вышел, на канал не будем выкладывать. Нахуй его. Но так, чтобы вы посмотрели, поугарали. Вот. На самом деле, Таран нормально местами читает, просто он очень много заживал, но у него стилёк очень хороший. Ну, на мой взгляд. Но никто этого не заметил опять, понимаете? В последнее время мне кто-то нравится, а все говорят, да не хуйня, хуйня, чувак. Чё там, чё там, пока такое действие, стыдно, ты должен был все батлы не выставлять. Да слышь, да пошёл ты нахуй, еблан, ты вообще не шаришь. Рот твой ебал. Весна, да, хуяный батл, просто пушка там вообще была заебись. Весна просто поразил меня. Да капец, чё там опять пишут мне твои подруги. Чё, кстати, как вам, Айкос, любите эту хуйню? Вот я вот бросить пытаюсь, Айкос. Не получается. Думаю, перейти уже на сигареты. Говорят то, что помогает. Так, минус батлюист, Эдик Ван Лофф. Спасибо, брат, спасибо. Ну, реально, могли бы меня больше развлекать. Так, ну вот эту хуйню я вообще пропущу. Да, го, дубзу, на мейн, согласен. Так, как дела, Эдик? Да в порядке, чувак, всё у меня хорошо. Эдик, кто по-твоему лучший батл рэпер? Блять. Не знаю, нет такого, наверное, сейчас. Ты говорил, что будут судить участники. Они отказались или почему их нет? Слушайте. Ну, вообще-то, ноу-нейм судил один батл, вы просто это. Блять, иди нахуй вот этот хуй, который мне пишут. Да чё я буду банить, свобода слова всем этим даунам. Короче, к новнейм, Никита к новнейм, судил батл Эм Моджи и некого Энг. Вот, кстати, этот батл выйдет в воскресенье, он спойлернул такую хуйню. Вот. Я хотел ещё чуваков позвать. Вот, там, ну, Голкила, короче, ну, просто Голкила классным был бы судьёй, я уверен. Но странно, он же сам участник турнира другого, параллельного, в котором участвует Исла, который участник моего турнира. И будет странно, если, ну, он будет, ну, короче, вы поняли, да, то, что странно было бы. А так, конечно, на самом деле даже было бы угарно. Если бы Голкила судил Исла, это было бы просто охуительно. Кстати, вот как раз я буду судить батлы на Рвать на битах, я буду судить батл Исла до Муэрты 11-го, блядь, приготовьтесь нахуй. Так. Ну, я, ладно, я шучу, я на самом деле объективно буду судить, мне вообще похуй, там, кто уже засчитает. Можешь меня позвать на судью? Нет. В это воскресенье от души. Что думаешь насчёт Эмоджи? Ну, я думаю, у пацана есть потенциал достаточно, ну, поэт-песенник. Так, в будущем. Эмоджи супер. Да, моя Марина фанатка Эмоджи. Хуёсе, экран погас и стало хуёво видно. Вот. Так. Как думаешь, что попадёт финал или полуфинал РНБ и 140? Да слушайте, да хуй знает, не люблю вообще загадывать, знаете, как получается. Всякие люди могут попасть. Кто-то вот из 8 человек точно попадёт. Считаешь, что 40 не лучше площадка? У меня нос, пиздец, ты тупой. Ха-ха. Будут ли мейн-эвенты в втором этапе? Да. Будут, скорее всего, мейн-эвент. Так. Ну, против приказа, так что надо судить, что в них. Ну да, согласен, конечно, там, всё понятно, в принципе, в этом батле. Так. Норм. Терминатор норм Рофл прошёл. Почему ты не прошёл? Бля, чуваки, ну реально, что у вас? У вас эта хуйня, вы зацепились за это? Чё, кто не прошёл? Вы будете спрашивать? Почему Исл не прошёл в первый сезон? Спросите про это. Будет вайпхантер на ивентах? Да, слушайте, хочется вайпхантеру сделать мейн-эвент, но... С кем бы вы хотели посмотреть батл вайпхантера? Вот чисто, давайте, накиньте соперников. Нужны идеи. Так, сам как думаешь, кто затащит Исл или приказ? Ну, я не хочу говорить, я же судья, но мне кажется, всё очевидно здесь, кто там затащит. Понятное дело, что... Так. Кто для тебя был фаворит в первом сезоне? Я не знаю, у меня было несколько фаворитов, они все были пиздаты. Ну, вообще, было понятно с самого начала, конечно, что шум возьмёт... Вот, он... Ну, больше такой именно подходит под... Амплуа батл рэпера, короче. Чё дальше? Чё дальше? Тилс против Тилса. Вайпхантер против Тилса, серьёзно? Реально? Во, все пишут вайпхантер Тилс. Вайп гоукилла будет вышка. Чё у вас опять паразитирование на первом сезоне? Давайте сделаем пары, которые не состоялись. Зачем это? Когда челы из толпы на мейн? Да хуй знает. Вайп против Килы. Короче, все пишут вайп против Килы и вайп против... ...диктатора. Кондрашов вайпхантер. Блядь, ну это угарно было бы. Кондрашов вайпхантер. Да. Ну просто, знаете, вайпхантер тоже, он, типа, сяня на помойке нашёл. Он хочет забатлить с кем-то крутым и пиздатым, и известным. Так, на Баджи Каджио давай. На Бинабаджи Каджио заебись. Да, ничего себе, реально, вот такие мейн-эвенты. Вайп и твёрдый знак. Нихуя у вас реально фантазия, чуваки. Вот это прям мейн-эвенты. Я думал, там, вайпхантер с Оксимироном я позырил. Или что-нибудь такое? С Джонни Боем вайпхантер. Во, вайпхантер с Джонни Боем. Пиздец, Джонни Боем, реально, если ты меня слышишь. Джонни Боем, я взываю к тебе. Ответь мне, пожалуйста, на моё письмо на почте. Дружище. Эдик, ты один отбирал часиков на этот сезон? Нет, мне помогала моя собака. Она гавкала, когда была пиздатая заявка. Так. Как тебе Димаста? Димаста охуенный. Я что могу сказать? Димаста супер. Вайпхантер Миксия. Вайп против Джарахова. Вайпхантер Редо. О, Вайпхантер Редо. О, да, смачная хуйня. Я посмотрел. Раймер с Микки. Да вы что, издеваетесь? Реально. Вайп нужен на мейн-эвент по-любому. Я тоже согласен. Яры из МНРХ возьми. Чеченский Грайм против Вайп. Да. Букер и Волки мейн норм будет. Да, кстати, согласен. Давно бы поздорил такой батл. Давно даже, по-моему, звал же, да, типа? Что-то было такое. Но не сложилось. Да, был Волки-Ти диктатор. Да, Волки-Ти диктатор. Кстати, вам идея как такая? Помните, они зарамсили на отборе? Я всю вот эту надежду тешу, что когда-нибудь они забаттлит на 140 и решат этот конфликт. Там же была такая хуйня, что диктатор говорит, там, этот, как его, блядь, Волки-Ти, типа, бомж орёт, как бомж. Противно орёт. Противно орёт. Бомж. А, нет, бомж к Мозе-Монтану, говорю. Короче, и этот, Волки-Ти такой говорит, дайте мне микрофон, дайте мне микрофон, я ему отвечу. Вот, и он не смог ответить, и это, знаете, какая-то недосказанность чувствуется. Я бы чисто ради интереса посмотрел, что бы он там сказал, типа, он бы наорал, такой, слышь, ты сказал, что я ору, как это? Да иди ты нахуй, я нормально ору. Пиздатый батл бы вышел. Вот, вайп и исла. Ну, блин, видите, это чувак, чувак в турнире, как бы, дип эксцентс и вайп, в принципе, можно или. И чё там, реально, о чём они будут? Чё это будет за батл? За май вайпхантер, вот, заебись. Вот, вайпхантер. Вайпхантер, заебись, за май. Короче, Эдик, почему не на 140 я посмотрел, как ты рвёшь? Бля, так я вон батлил, год назад, там, посмотри, там. На батле 18 плюс стоит, но ничего, можно смотреть. Фален Эмси вайпхантер, Сеймур вайпхантер. О, кстати, у меня была такая идея. Я даже звал просто Сеймура по батлителям под бит. Он сказал, ты чё, ебанулся, я на биты. А я сказал, так это же, ну, в том-то и есть угар, типа. То, что, блядь, Сеймур на битах, и все такие, ууу, нихуя себе, чё за бред. Интересно же посмотреть. Но на самом деле, может, кто не знает, Сеймур батлел с внуком, и там у него третий рамп под битые. В принципе, нормально, чувак справился, справился, действительно справился. Лаванда и вайп. О, кстати, нормально. Так, Руся Дэмуэрта пишет. Ты меня узнал? Ну, хуй знает. По твоей аватарке красная куртка? Вряд ли. Чувак. Лица не видно, извини. Не могу тыкать на тебя, потому что я смотрю трансляцию. Ой, да, я смотрю свою трансляцию. О, как интересно. Так. Итог трансляции. Тихо, рифе, хуесос. Вообще, как-то там между собой это выяснили. Эдик, давай нарвать на битах, уёбок. Давай, давай, вызываю тебя. Выебу тебя там. Рвать на битах, соло. Я буду соло. Ты будешь со всей своей козырной колодой. Будете по очереди выходить и обсираться. Я напишу куплеты на всю вашу пиздобратью. Так. Давай, башкир, разъебу тебя. Башкир, 0,9. Обычно 0 ставят в конце год своего рождения. Чувак, тебе чё, блядь, 9 лет? Так. Falling Plain Dead. Ну, это банально, знаешь. Банально как-то, я считаю. Банальненько. Так. На следующем этапе, надеюсь, пропустишь. Куда? Куда тебе надо пропустить? Позовёшь корифея на 140, ещё раз зашкваришь проект. Да, чуваки, куда ещё больше зашкварить проект? Всё нормально, будем звать реально Коломойских. Вместо корифея. А кто? Вот кто по-вашему? Вот реально, я всё время думаю, кого звать? Кто бы по-вашему был ещё пиздать в судею? Может, я кого-то пропустил? Да, Дёти Монг, Должанский, Норм, Пара, Наилет. Ну, это совсем трэшак. Да, было бы круто шока на битах увидеть. Согласен, дружище. Реально. Очень с тобой согласен. Жиза. Блин, Марина, можешь мне, пожалуйста... Ах, хотя не, я же могу передвигаться, да? Чуваки, мне надо налить водички. Ты будешь судить РНБ? Да! Чуваки, я судья, пиздец, со стажем. Я ещё судил раньше слово СПБ, но у меня плохо получалось. Понимаете, тогда у меня ещё не было опыта, теперь у меня нормально получается судить. Так, давайте с одиннадцатым батл. Да нахуй нужен, реально, чё это за бред? Баттлить со всеми, кого я не пропустил на 140 BPM? Точнее, кого я не пропустил, моя собака. Бля, извините, у меня тут растрескавшаяся камера отсвечивает свет. Да, и удобно будет, не проебать. Организуй батл с Шока и Мирона. Да, чуваки, я бы срадусь. Шока и Оксимирон на 140 BPM. Согласитесь, охуенно было бы. Как тебе Валя Вальчинский? О, Валя Вальчинский мне нравится. Мне кажется, на мой взгляд, реально, одни из самых пиздатых команды на турнире. Они отлично сочетают умение делать клёвые техничные раскладки, вывозить их. И, конечно же, есть панч, а это самое главное, если в баттлах. Я считаю, что по тексту надо охуенно доебаться, верно подметить какие-то штуки. Вот, сейчас мы пришли в гости к моей кошечке. Котя, кс-кс-кс-кс, Котя, Котя, блядь, Котя, поздоровайся. Она не хочет с вами здороваться. Понимаете, у меня кошка очень стеснительная, очень застенченная. Блин. Рематч, булка, корифейный пятак, был бы пиздец разъёг. А чё такое булка? Я просто не знаю, что такое булка. Да, блин, чё вы всё накидываете в вайбу, там, соперников. Я понял, вы хотите, короче, вайбхантер с Ромой Тилсом, я понял. О, кси, лох. Это у меня спросили. Так, вот ещё увидим. Да, блядь, я думаю, он живой. Увидите ещё по-любому. А, РБЛ по Раша, победа будет наша. Заебись. Вот, наконец-то меня начали развлекать всякими смешными шутками. Может, вам просто все сообщения писать рифмованно? Рифмы всегда смотрятся забавно. Ой, опять спрашивают, почему ты вот-то не взял? Реально проснулся, чувак. Чейни и вайбхантер на 140 пиздато. Я бы позырил. Я бы вообще, в принципе, любой батл с Дэном Чейни бы позырил. Так, Эдик, ответь мне, бля. Йоу. Некий эмоджи следующий. Угу. Ждёте или нет? Похуй, типа. Так, 140 ХС лучший. Согласен, брат. Брать крайне. Да. Если он на 140, ведь Кингс-то больше не хочет диза. Давай с Чейни забатли нарвать на битах. Обязательно, парни. Со всеми забатли. Эдик. Мне пишет Эдик. Вайбукер. РБЛ воняет говно, и хуй у них во рту будет. Ой, давай, давай, нормально. Я ебал вот это вот всё. Ты думал не всё, а вот это вот всё. Или как он там говорит? Сделай Батл Корифея с каким-то ебаланом. Заебись. Реально. Я думаю, вообще много людей подходит под это определение. Кингса шашка. Как-то чё, 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 чё. И вайпкантер загубил на май, гау. О, ты бездарь идёт нахуй. Это, блядь, чувак, ну ты же не бездарь, зачем ты так? Чё-то я вообще уже вас не понимаю, короче. Не успеваю понимать, чего вы несёте. Это как это, нейросеть, которую, типа, запустили, что она самая обучаемая. Через, там, три дня люди разучились её понимать, потому что компьютер стал слишком умным. И пришлось вырубить, короче, эту хуйню. Мне кажется, тут всё вообще наоборот, чуваки. Так. Чё? Кукиш с Айроном. Чё думаешь о батле с Кукишем с Айроном? Он какой-то серый вышел. Бля, не знаю, мне очень нравится, как Айрон стелет. Кукиш мне не очень понравился в этом батле. Очень монотонно чувак звучит. Вот. Но Айрон, мне кажется, вообще открытие нахуй. Ну как открытие? Он уже был известен в онлайнах. Но он неплохо запрыгнул с онлайнов на биты. Корифей Раймин будет разъёб. Уверен. Маша Хима вайб. Ммм, прикольно. Маша Хима вайб. О, видели, кстати, украинскую тёлку? Как её зовут? Алена Алена. Алена Алена. Толстая такая. Охуительно читает. И она прям жирная. Прям вталова. И не стесняется этого. А наоборот, сделала своей фишкой. Типа она своими телесами там в клипе трясёт. Типа она такая жирная. И она прям пиздец телет. Прям вот реально её прям на 140 хочется позвать. Зацените в интернете Алена Алена. Так, как думаешь, Айрон дойдёт до финала? Хуй его знает. Не знаю. Причешися. Чё? Не успел прочитать. Причешися там было написано. Бамблбизи рам. Ой, блядь, ребята. Ну это вам на версу с такими парами. Кстати, реально, куда пропали молдаване? Нигде я их не видел. Согласен, кстати. Я тоже задавался этим вопросом. По-моему, Раймина не видел на последних ивентах. Он даже в гости не приходил. Странно. Он же вроде типа в Питере живёт. А давай на Мэйн Эдди Кингста Джонни Квит. Кто Соглый плюс? Ну хуй знает. Да не, ну в смысле, вам реально хочется. Это же говно батл будет. Так. Эдик, любишь меня? Конечно. Так. Крифей Рэймин батлдаунов. Нихуя, чувак. Слушай, Диман, хейта словил в этой конфе, пиздец. Ну не в конфе, а в трансляции. Как же так тебя не взлюбили? Алена Топ. Флоу лучше, чем Мозис. Блядь, ну это очевидная хуйня, конечно. Так. Позови Вальчинского на Мэйн с кем-то. Слушайте, всё может быть как бы... Дайте чувакам в турнирках отбатлить, а там посмотрим, может они сдуются и нахуй будут уже никому не нужны. А может наоборот, они взлетят и полетят батлить на РБЛ. Так. Как ты относишься к битбоксу? Да заебись. Обожаю битбокс. Битбоксу в ванной постоянно. И драчу. Да, чего вы на крифе гоните, согласен. ГОСАБ против Ремина. Да вообще давай похуй. Они чё... Чё правда они будут делить, но будет прикольно. Как можно поучаствовать? О, до сих пор пишут чуваки. Ну, слушайте, надо подавать заявку на сезон, когда он будет. Если он вообще когда-нибудь ещё будет. Вот, до сих пор пишут. Так, короче, я охуенно читаю. Ну, сообщение группы. Ты знаешь, я, короче, тут охуенно читаю. Короче, вот. Готов вырываться, типа. Да хуя вообще таких готовых пиздотых типов. Спонсоры появились. Слышал, что рекламу букмекерских контор запретят. Блять, да всё нормально. Всё норм, чуваки. Расслабьтесь. Всё чётко. Билеты просто по три косаря сделаем и вывезем. Корефей, если на ним слово ебанат. Да всё, заебало меня. Про корефей читай, чуваки. Всё. Пишите только про меня. И только хорошее. Кила слава КПСС замутили. Ну, хуй знает. Тоже, чё они будут там. Я бы посмотрел батл Гнойного и Шума, например. Да, бездатая была бы. Или батл Шума с Рикки Эф. Да, ничтожество. Да, чувак, ты даже не разменивайся, реально. Я бы на твоём месте не обращал внимания. Слушал на айбоме Вайпхантера и Шума. Если да, то как тебе? О, ну, Вайпхантера я так мельком прослушал. Мне не очень понравилось по звучанию. Странно. Ну, он решил запрыгнуть на эти новомодные штучки. Мне не очень понравилось. Вот. Вайпхантер, если ты смотришь, извини меня. Мне не очень понравился альбом. Вот. А Шума я тоже слушал. Ну, там есть пара треков интересных. Вот. Но мне показалось... Мне, во-первых, тоже не понравилось звучание. В плане, что... Ну, сведение какое-то прям хуевастое. Очень много... Именно голос, музыка так сведены, что как-то какие-то... Ну, вот я не знаю, как объяснить. Типа высокие частоты, много высоких частот. Нету вот этого... Вот этого глубокого, короче, баса. Нету ноток в голосе басовых. Вот. Куда-то это всё вот испарилось. Ну, в эквалайзере всё как-то выкрутили. И мне не очень понравилось, как звучит. Вот. По текстам вообще огонь, там. Как обычно. Ну, Шум по-другому не может у него охуенно. Всегда по текстам. Вот. А так... Ну, блин... Да, про тёлок. Там была у него какая-то странная хуйня. Вот эта вот лирика. Чё же он говорил? Про то, что он, короче, читает. Типу. Что ты мой сын. Ты, короче, ебать мой сын. Я тебя, короче, люблю. А во втором куплете у него... Ну, ладно, похуй. Ты, короче, не мой сын. Ты сын моей бывшей тёлки. Которая, типа, жената на другом чуваке. И вот ты их сын, а не мой. Я вообще нахуй отсюда съёбываюсь. Вот. Я вообще... Ну, мне кажется, это совсем уже... Ну, такие внутренности. Это чересчур показывать. Очень слишком наизнанку человек вывернулся. И очень лирично. Но именно в плане, как это сделано, это... Ну, по тексту, по раскладкам, по рифмам, там, по смыслу. Всё очень круто. Вот. Но мне кажется, что альбом чересчур лиричный получился. И вот не хватает ему хитовости. Вот именно у него был охуенный трек с алфавитом. Ну, все знают, этот трек, это прям ебать хит. Кардио флоу. Вот я ничего такого на альбоме не услышал. Я очень расстроился. Вот. По-прежнему считаю, что на кардио флоу можно ещё клип снять. Похуй, что этому... Ммм... Треку уже год, там, хуй знает. Короче, трек очень крутой на все времена. У меня в плеере, когда играет, я его не проматываю. Ну, как, я на... На алфавите, конечно, вырубаю сразу. Мне не очень интересно слышать. Но вот у шума куплет там, вообще охуительный. И сведено очень круто. Вот пусть, чувак, это... Тебе сводит вот этот же чел, который сводил вот этот трек. Вот, я высказался. На какую ещё тему вам высказаться? Вы задавайте вопросы. Волки Ти похудел? Я хуй знаю. Чуваки, я не знаю, давно его не видел. Последний раз был у меня Волки Ти в гостях пару месяцев назад. Пришёл и ушёл. Нахуй вообще выпускать альбомы, если лучше самые красивые рептилии уже не сделают. Ну, чувак, ну, прям, прям вот сюда, прям вот сюда ударил. Так, вот я, кстати, тоже пишу альбом, если вы не в курсе, кстати, да. Я пишу альбом очень долго. Но это всегда так. Я его не особо то, что пишу. Не в смысле, что я прям закрываюсь и сижу, пишу целыми днями. Нет, я обычно, если песню пишу, то я её там, ну, за один присест напишу. Но я редко сажусь, вот. Сейчас ещё параллельно, понимаете, я... Мне надо сочетать амплуа всей этой хуйни с амплуа тем, что я организатор этого 140 BPM. И сейчас в связи с этими штуками, что упали блокировки, точнее, нас ничего не заблокировали, но сказали, блядь, мы вас заблокируем жёстко, хватит рекламировать букмекеров. И сейчас надо, типа, как-то крутиться, что-то придумывать. И мне как-то вот вообще не до своего рэпа. Но я обязательно, чуваки, я... Если вам реально, если кто-то ждёт, я обязательно решу все проблемы. И в скором времени присяду и закончу альбом. В принципе, у меня там уже написано. Там треков семь уже, в принципе, готовы. Там несколько записано уже. Их можно тупо сводить. Вот. Какие-то просто написаны. Вот, я хочу сделать, наверное, треков девять. Ещё, то есть, пару треков ещё дописать. Посмотреть, как там всё получится. Может, что-то переделать. И потом выложить. Поэтому я не хочу торопиться, короче, и говорить. Вот, альбом там через месяц или через два. Хуй знает. Хотел в этом году успеть. Точнее, вообще, я хотел выпустить его на годовщину самой красивой рептилии. Но у меня не получилось. Потому что я проебался. Вот. Я тоже, я прокрастинатор, как и все люди. Вот. Я очень много сижу за компьютером в соцсетях и обновляю просто страницы. И жду, когда произойдёт что-то интересное. А в этот момент мог бы сочинять рэп. Да. Мог бы сочинять рэп. Да криви, нахуй. Это тут пиздец, реально, чуваки. Так. Не хочешь отрекс позвать на 140? Ну, хуй знает. Я чё-то его не особо на битах слышал. Не уверен, что он умеет показывать флоу. Мне надо, чтобы флоу показывали, понимаете? Такое, у меня предпочтение есть в фоне флоу. Так. Так. Треки залетают, только депстеп, ремикс трек стоит. Давай хоть что-нибудь уже залей. Бля, чувак, спасибо, реально, пиздец. Реально, вот, тебе нравится. Спасибо, пиздец. Я ценю каждого, кому нравится. Реально. Как сказала Мози Монтана, я всех вижу. О-о-о, там всё, кого. На самом деле, самый крутой момент в моей жизни, связанный с рэпом, то, что я понял, что надо продолжать. Реально, надо продолжать. Когда в прошлом году я заходил в магазин «Пятёрочка» и что-то покупал, и чел у меня на кассе, я ещё был с другом, типа, друг это увидел. Круто, типа. Кассир «Пятёрочки» сказал, респект за альбом, типа, охуенно, мне понравилось. И я такой, ебать, охуенно, типа, заебись. Чувак из «Пятёрочки» сказал, всё, сразу мотивирует, сразу вдохновляет. Чувак из «Пятёрочки», я тебя помню, реально, ты крутой. «Ты на батлах какой-то грустный стоишь». Да, блядь, ну смотря на каких. Знаете, я просто не люблю, когда на батлах все чересчур начинают там что-то шататься. Если, типа, ну, не круто, то я стою, типа, и смотрю. Если круто, я смотрю вот так, типа, и угораю. Я не хочу из себя выжимать и флексить вот это вот, вот это глупо там. Знаете, видели, как на «Версусе», вот я смотрю выпуски иногда, у них там под BPM, ну, просто, пиздец, такая каша, а они там все как будто их заставили, они прям все, блядь, охуя, ну, с таким ебалом как будто. Ну, короче, и самое лицо такое неуверенное, это всегда же видно, да? Короче, если флексить, то быть уверенным в этом. А я, ну, а я уверен в том как раз-таки, что не надо флексить. И поэтому у меня такое лицо на батлах, извините. Эдик, когда выпустишь альбом, приедь в Вологду, пожалуйста. Бля, Вологда, мой любимый город после Томска и Санкт-Петербурга, и Москвы, и... Ты все принял? Любим в Москву. Москва, заебись вообще. У меня Вологда лучше. Ну, Вологда, да, там, оттуда Мариночка. В Вологде был концерт, мы приезжали туда. В Вологде четыре года. А твое мнение у батон-корифея? Нормально, в порядке, пойдет, норм. Да, Эмили не выступает на батлах, насколько я слышал. Никто сейчас не выступает на батлах, понимаете? Как тебе Кновнейм? И столько вопросов. Чувак, это заебись, заебись. Кновнейм супер, мне нравится. Когда новые треки? Слышали трек батискафу Кновнейма с какой-то девчонкой? Послушайте, если не слышали. Вообще клип надо снимать, это хит. Кновнейм, вот он вообще охуенный. Он, на самом деле, один из самых успешных типов. Кновнейм, короче, один из самых успешных типов в плане личного творчества. Потому что он без всяких там выкладок, всяких эйфм и панч, у него клипы собирали там по 300 тысяч просмотров. Не знаю, сейчас уже больше. Но мне кажется, для артист, ну в принципе, для рэпера на клипе 300 тысяч, это значит, ты уже обладаешь, ну, бездатым таким, весомым, фэймом. Вот. Особенно без вообще поддержки всяких там. Я не говорю уже про всякие The Flow. И новый рэп. И прочие паблики. Сейчас реально все паблики превратились в какую-то шляпу. Вот я раньше даже сам заходил на эйфмы и панчи постоянно. И мне просто было интересно, потому что там постоянно выкладывали что-то. Выкладывали всяких типов и тех, и этих. А сейчас выкладывают чисто какой-то костяк, который вокруг, там, этих рифм-панчей вырос, короче. И вот, и туда, знаешь, извне сложно пробиться. То есть, и туда мало интересного теперь выкладывают. Сейчас реально самый интересный паблик стал тот самый панч. Хоть я их пиздец ненавижу, реально. Ну как, я их уже не ненавижу, мне в принципе похуй. Ну, все спойлерят. Ну, они так жестко спойлерили, меня это бесило. Вот, но на самом деле реально интересно заходить именно только в этот паблик. Они реально выкладывают не то, что популярно, а то, что считают вот нормальным. И похуй, даже если это хуйня какая-то по их, ну, по моему мнению. Считаю, что крутое, что чуваки поддерживают там неизвестных типов. Вот, такая вот хуйня. Пиздец, зареспектил тому самому панчу. Чуваки, но все равно увижу вас просто обосу. Ну ладно, я никого не обосу, вы чего угораете. Я же не такой человек. Я не ссу. Тот самый панч, респект. Это прочитано было. Это не я сказал. Тебе сколько лет? 25 лет мне. По труду. Уже почти 26, друзья. Пиздец. Молодый сохранился, да, в принципе. Как тебе выступление с шума на версии? Да, в порядке, нормально. Ну, круто на самом деле. Просто, знаете, уже вот у меня вообще похуй. Ну, типа на батты я смотрю, даже уже когда круто делают, я уже вижу, что это все, ну, потухает, типа, даже внутри в массе сознания людей. То есть, не так интересно смотреть баттлы эти, даже если круто. Ты думаешь, ну, да, да, круто, я это все видел, ну, и что дальше, типа. Вот. Хотя, или, ну, я не знаю, может, это баттл под биты. Вот, на самом деле, хоса я сейчас посмотрел на RBL. Мне очень понравились. Ну, прям вообще же охуенно, да, типа, прям. Он так читает там, и похуй, даже есть какая-то вода. Он уже все себя так уже круто повел, и уже сказал нужные слова, что у него все заходит. И ты просто смотришь, думаешь, бля, как он пизда-то стелет. А сколько стало сейчас говна ебучего в этих баттлах, да, вот эти баттлы. Без бита тоже, то, что там, о, это все охуенно, они там друг друга разобрали. Да как это может быть вообще интересно? Я вообще вам не понимаю, все сейчас кричат, что это там лучший баттл. Это лучший баттл. Просто шляпа. Вы вспомните баттлы, которые были просто три года назад, когда был второй сезон слова СПБ, когда был первый сезон версуса, второй сезон версуса. Сколько оттуда вылезло вообще типов, которые просто, у которых голова работает, и они умеют панчить. Они просто, им не надо было доебываться до друг друга. До друг друга. Не надо было доебываться. Они просто, короче, стелили, короче, свою хуйню, и все. И было охуенно. А сейчас просто какая-то хуйня происходит, и все стоят такие. Блять, ну это лучший баттл, это прям заебись. Ну просто, ну позор, чуваки, реально, просто позор. Так, говно ебут сейчас переф... Все, этот чел, похуй, я его баню, он мне не нравится. Как забанить? Скрывать прямые эфиры? Нет, я хочу, типа, чтобы, блять, была кнопка, где его обоссывают, реально. Скрывать прямые эфиры от артист, пожалуйста, комментарии в эфир с этим пидорасом выйти и обоссать его. Так, скрыть, пошел нахуй отсюда, бидор. Как тебе баттл дипы, Мосса? Уже говорил, да, вот это как раз пример. Разряжается! Разряжается! Блять! Чуваки, секунду! Одну секунду. Я уже говорил про это. Вот как раз яркий пример. Мне не нравится, как блять, чуваки. Мне нравится, что шляпа. Чувакам нечего сказать. И они просто выжимают из себя. А я не люблю, когда выжимают. Так, сейчас, теперь трансляция будет в этой комнате. Давайте я, короче, свет пиздатый включу. Да, вот, короче, ныне дела плохи у баттл рэпа. Но на самом деле это во многом не от батлеров зависит. Это все внутри вас и нас. То есть я тоже зритель баттл рэпа. Я смотрю. И знаете, когда я когда сам вообще впервые баттлил, ну не впервые там вообще начинал баттлить на слово СПБ, я понял, что самое охуенное в этой теме это отдача зрителей. То есть когда, ну было такое ощущение, что, ну, когда ты стоишь на баттле, как будто ты сжимаешь в руке какие-то ниточки, которые ты за них дергаешь, и толпа так типа, вау, нихуя, и ты так типа еще раз дернул, а они такие типа, пууу, вот это пушка, вот это ты сказал, вау, хватается за голову. И это было самое охуенное ощущение. Вот это вот, а? Взаимоотдача, то есть мы даем контент, зрители дают отдачу. Вот, и сейчас даже смотришь баттлы, то что нет же этой отдачи, то есть у зрителей ажиотаж понизился, то есть, ну просто все реагируют, да, на панчи, но это как-то типа, вау, типа без энтузиазма, вау, это всегда было, это и на слово СПБ всегда реагировали вау на любую хуйню, но самые пиздатые реакции, это когда типа, ой там, вот такие типа штуки, вот, и сейчас этого прям, ну вообще нету, понимаете, вот, ну просто нету, короче, вот, так что, чуваки, мы либо все вместе должны, короче, взять себя в руки и хуй знает, с интересом смотреть на баттлы, да и нет, на самом деле, баттлы реально тоже, ну типа, если бы баттлили вот всегда такие чуваки, как хип-хоп Одинок и Старухи, как он забаттлил с Сектором, то, ну вообще баттл рэпы не умеры до сих пор, а так баттл рэп умер еще пиздец там, еще на третьем сезоне слово СПБ баттл рэп начал загибаться, никто этого не заметил, это уже был пиздец, даже Слава говорил Оксимирону, что культура умирает, а ты даже не в курсе, пиздец реально, сколько заявок при своем втором сезоне, я уже говорил, тысячу раз, там даже написано в паблике, полторы тысячи заявок, я смотрел все, кстати, еще есть такая хуйня, то что иногда типа, ну, когда у меня люди спрашивают, ну, типа, ну, есть же такая тенденция, да, что все думают, что я там кого-то не того взял, что можно было взять там кого-то лучше, и такие типа, о, чувак, ну ты что, реально смотрел эти полторы тысячи заявок и смотрят так типа, ну типа, ну нет, ты же не мог реально их посмотреть, типа, и я такой говорю, да бля, конечно, я посмотрел полторы тысячи заявок, я же типа отбираю на сезон чуваков, А мне такие, типа, ну-ну-ну-ну, типа, ну, пиздишь-пиздишь, по-любому не все посмотрел Как? Вы чё, реально? Вы серьёзно? Чуваки, я хочу развеять этот миф раз и навсегда Вы думаете, что я настолько безответственный долбоёб, чтобы я не посмотрел все заявки, типа? Вы гоните? Я очень устал, когда я их смотрел, но я просто смотрел их жёстко Ну как жёстко? Я смотрел, давал чуваку шанс, 10 секунд, 10 секунд, у чувака есть шанс меня поразить Ну, в плане того, что я понимаю, что если чел хуйня, то там, в принципе, понятно, да? Вряд ли, если он начинает, там, типа, залетая в бит, там, и хуёво залетает в бит с этими словами То вряд ли он там в конце видоса выдаст охуенный флоу, поэтому... Короче, вот такая вот ситуация Так Так, ты, конечно, архи-охуенный, но гнойный тебя разъебал, а ты истлу разъебал, красава Нахуя ты у гнойного хуй сосёшь? Что, простите? Так Не жалеешь, что Ото не взял? Да нет, чуваки, я вообще в жизни ни о чём не жалею Ну, кроме там пары моментов, вот, которые я не хочу вспоминать Вот, ну, это личное А так ни о чём Так, эдик бомбит Пиздец, прям, жопа разрывается Как анус с моей собаки Пульсирует просто, как огнедышащий дракон Так, разъебал бы сейчас славу на битах Да хуй знает, чуваки, хуй знает Не, всех бы сейчас разъебал Чё, это ж надо говорить Я лучший Я разъебу любого Чё, когда трек? Скоро Чуваки, я Насчёт альбома я ещё не всё сказал Возможно, короче, будет Ну, типа, может быть, от меня будут ништяки Между тем и этим Ну, между альбомами, там Точнее, перед альбомом я ещё Ну, я сейчас работаю на тем Я вчера кое-что новое написал Ничего не буду говорить, просто кое-что написал Думаю, выложить это вне альбома Вот, так что, ну, заинтриговал, надеюсь Так, чё за хаски думаешь? Ну, бля О, Александр Александр, салют Колпина Александр Колпина у него тоже ник Ну, у него кэллплай, типа Чувак, слушай Да, бля То, что с ним происходит Ну, мне кажется, чуваки делают Ему карьеру Ну, реально Посмотрите на ЛСП Ему там запрещали какие-то треки, да У него на каждом клипе по низ Там по 10 лямов просмотров По 15 То есть и хаски тоже Они охуенно пропиарили хаски Вот Ну, хуёво, что его посадили на 12 суток Можете думать, что это хуйня Я один раз отсидел в обезьяннике Можно рассказывать? Так, чисто Я отсидел в обезьяннике целую ночь И я просто охуел реально Морально, типа И физически там находиться Мне просто очень сильно там не понравилось Я очень хотел поскорее выйти Вот И 12 суток Если бы меня где-то продержали В подобном месте Я бы вообще охуел Да я даже думал, что Я там сидел Думал, если сутки я там проведу То вообще просто жесть А я просто ночь там провел Меня всего клопы Искусали Было жестко Вот, так что Не думайте, что О, да да, сутка хуйня Бля, хаски реально, чувак Очень жаль, что с тобой так вышло Но ты с этого больше все равно получишь В итоге ты выйдешь Пиздец известней В 10 раз Ты что, думаешь, хаски будут смотреть запись твоего стрима? Конечно Он там пока сидит в тюрьме Ему же делать нехуй Он в аносе телефон пронесет И сразу на стрим Этика кингсты полезет Так Как тебе Клава Брава? Да, блядь, пизда-то читает чувак Ничего не скажешь Вот А, в Казахстане смотрел Да, чувак там не вывез Еще что-то про меня читал Что у Эдди Кингста я обиделся, правда И на этом запоролся И на этом запоролся Это карма, мэн Я надеюсь, ты не серьезно Ну, то есть, показал, что ты серьезно обиделся Но я надеюсь, ты не серьезно Потому что, ну, это хуйня Я уже говорил, что Чуваки, если кто-то не Прошел на 140 ппм Это не значит, что он хуёвый В принципе, если он попал на отбор 140 ппм Значит, скорее всего Он охуенный Уже, в принципе Скруч, например, да? Яркий тому пример Ну ладно, везде бывают какие-то Проебы Вот Но Кто-то должен был не пройти И, мне кажется, вести себя так Типа Ой, меня не пустили Я такой охуенный Меня не пустили Они тупы Ну, это реально Это ниже пояса Ну, в смысле Самому себе Не мне А ты себе бьешь прям по яйцам Когда такую хуйню делаешь Так Чувак, 11 уже в Питере Ты чемоданы собрал? Конечно Пиздец Вообще Мне же Пиздец страшно, да? Так Глаза одинаковые стали Нет Нет А, нет Все равно разные Чуваки У меня мутация Почему Микки Мал сказал, что Ты не хотел брать Вайпхантера? Считаешь ли ты, что Вайпхантер один из лучших на битах? Я не считаю, что Вайпхантер один из лучших на битах Ну да У меня, конечно Были сомнения Что Вайпхантера брать Но там во многих были сомнения Я сидел, думал Пиздец, кого взять Кого не взять Вот Но Вайпхантера взяли В итоге дошел до финала Красава Все заебись Эдик Скажи Макс Кири Чтобы перестал хуярить Фастфлоу Кстати Макс Кири Вот чуваки Вот реально Выйдет батл с Макс Кири Мне кажется Все кто Мне кажется Было это еще на отборе Понятно Что чувак Переработал свой стиль Эволюционировал Вот Я думаю Всем остальным Кто не понял Станет это понятно По Первому этапу То есть В баттле с Абисбэ Он сделал реально круто И Он сделал лютейший Фастфлоу Как обычно Но при этом Чуваки Он ничего не заживал Каждое слово Все было понятно И у него Текста очень выросли У него стали Там не то что панчи Но такие мемасные текста То что есть за что зацепиться Есть запоминающие моменты Очень круто Очень душевно сделал Макс Кири Пиздец Опасный тип Один из фаворитов сезона Безусловно Сейчас Вот И Короче Макс Кири Жестко эволюционировал В настоящего батл рэпера Если бы он был Таким типом На первом сезоне То он И шума мог разъебать И вайпхантеры Разъебал бы точно И Ну короче У него реально были Все шансы Разъебать Ну вот Чуваку Ну пришлось Какое-то время Расти до такого уровня Вот Ебаните Сайфер Второго сезона Да конечно Прямо сейчас Уже вижу этот Сайфер Мы с Ислой Там вместе Под ручку Выходим И читаем Про то какая мы Пиздатая команда И как жестко Всех выебали В этом году Скажи название альбома Я еще не придумал Чуваки Реально Соберу все песни Посмотрю Как типа И подумаю Как это все вместе Можно назвать Ты будешь делать концерты 140 год назад Слушайте Не знаю Не вообще Ну надо Вообще Концерты было делать Очень интересно Мне очень понравилось Особенно понравилось В Москве Москва прям Душу запала Мы делали там два концерта И там Пиздец был Разъебало До хуя людей И там вот Когда мы выходили Чувствовали прям Ну я чувствовал Что мы прям Пиздец Как реально Как звезды Там Вообще охуенно Так люди прям Они все слова На язык знают Все качают Там Мясо На входе Врубали треки Типа наши С колонок Типа И слушали Вообще охуенно Вот Конечно Хочется к этому вернуться Посмотрим как будет Я считаю Что в принципе Да Надо развивать Концертную тему На фоне Вот этого Падения Баттл-рэпа Так Завтра будет Рывать на битах Ну бля Я Ну вообще Они по пятницам Выходят Как бы Я там ни за чего Не отвечаю Но бля Как человек Следящий за новостями Могу сказать Что да Скорее всего Завтра будет Баттл И они даже Выложили Этот Тизер Трейлер Микки Маус С Домино Так Назови альбом Рыжий Из Бразерс Да Надень очки Зачем Слава Раньше говорил Что если бы Кило Взял сезон То он бы Забатлил с ним Жаль Такого не Случится Ну блин А сейчас Он типа Пойдет на принцип И ни за что С ним Никогда Не забаттлит Вот интересно Кого то из Молдаван Собираешься Звать на ивент Ну слушайте Пока нет Как бы Пока не вижу Объективных причин Звать их Че по Без Б Думаешь Да думаю Что вообще Охуя Начал с телят Вообще Открытие Вот это реально Ну для меня Лично Самое главное Открытие Сезона второго Чувак Очень талантлив И ну Безусловно Самый необычный Участник Вот Эдик Заявки Из Украины Були Да были Прикинь Я по-украински Понимаю Биздат Я знаю Много языков Короче Были заявки С Украины Был чувак Очень смешно Я его себе Выкладывал В истории сюда Он короче Сидит такой На диване И говорит Слушайте Я живу в Украине И в моей стране Короче Нельзя Скачать Ваши биты Ну это полная Хуйня То есть у них же Есть там Вконтакте Ну короче Чел не смог Скачать биты Говорит Я живу в Украине У нас тут не качаются Ваши биты Поэтому я сейчас Зачитаю текст Который должен был быть Под этой бит Но он без бита А вы представьте Как бы он звучал Под бит И он начал Реально читать И я вообще Не понял Чел не в себе Или он так Жестко троллит Но как будто Показалось Что по серьезке Странная хуйня Гокила Один из самых Сильных МС на битах На пару шумов Если бы ему Под конец Не надоело бы баттлить Он бы всех вынес Я думаю Согласен или нет В смысле Он вообще-то В турнире Рвать на битах Сейчас хуярится Мне кажется Ему Не надоело баттлить Если он пошел В целый турнир Еще по поводу Неки На него прикольный флоу Да Прикольный флоу Согласен Неки Прикольный флоу Такой прям Прикольный флоу Так Это было пиздец Угарно А че было-то? А Про чела? Еще был чел Которого стригли Да Слушайте Я выкладывал Всякие смешные заявки МЦЛО Самый пиздатый чел У него там был панч Ну жесткий Не буду его говорить А то меня Роскомнадзор забанит Постригся Поебись Причешись А че Нельзя больше Трансляцию вести? Мне говорит Осталось 30 секунд А да? И даже инстаграм Мне уже намекает Ладно чуваки В принципе В воскресенье выйдет Некий энэмоджи Да Чуваки Все Всем спасибо Вы мне составили Сегодня компанию Я отлично провел время Вы меня развеселили Все будет пиздато Смотрите баттлы Слушайте треки Йо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому